Добрый день, глубоко уважаемые коллеги и гости. Позвольте заседание диссертационного совета по защите диссертации Жаборонковой Анны Николаевны на соискание ученой степени кандидата филологических наук по научной специальности 10.0.1.10 журналистика на тему категория авторства в сербской публицистике считать открытым. Приказом Санкт-Петербургского государственного университета от 28 июля 2020 года номер 6929.1 я, Тепляшина Алла Николаевна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, назначена председателем данного диссертационного совета. И этим же приказом утверждены члены диссертационного совета. Разрешите их представить. Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры телерадио-журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Мисоншников Борис Яковлевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры цифровых медиакоммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. В режиме удаленного доступа у нас находится Каминская Татьяна Леонидовна, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Я так понимаю, вы нас видите и слышите? Да, да, все хорошо слышу, да, спасибо. Новоженова Зоя Леонидовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и переводоведения Гданинского университета Польши. Вы нас видите и слышите, Зоя Леонидовна? Мы не слышим, Зоя Леонидовна. Но я так понимаю, что нас слышно. С нами присутствует Жаворонкова Анна Николаевна, наш соискатель. И также на заседании присутствует научный руководитель соискателя Наталья Сергеевна Цветова, доктор филологических наук, профессор кафедры медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного университета. Мы не услышали, и что теперь? Технический перерыв? Так. Зоя Леонидовна, вы нас слышите сейчас? Я вас очень хорошо слышу. Замечательно, и мы вас теперь слышим. Тогда я еще раз должна повторить. Или, наверное, слышала, Зоя Леонидовна? Абсолютно все слышала. Все замечательно. Для улучшения качества связи прошу вас, уважаемые коллеги, находящиеся в удаленном режиме, выключать свои микрофоны. Но не забывайте их включать, когда вам будет предоставлено слово. Сообщаю также, что ведется аудио-видеозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Осуществляется синхронный перевод выступлений с русского на английский. Или, ну, в общем, с русского на английский. С английского, верно, такой необходимости нет, не будет сегодня. На прямой трансляции заседания диссертационного совета в данное время размещен адрес электронной почты, по которому в течение заседания все слушатели могут высказать свое мнение и направить вопросы соискателю онлайн, касающиеся его диссертации и текущего научного обсуждения его выступления. Эти вопросы техническими службами будут направлены мне, и я их озвучу во время дискуссии. Вопросы должны иметь отношение к выступлению соискателя и содержанию его диссертации и обязательно указание фамилии, имя, отчество, должности и место работы автора вопроса. Вопросы, не имеющие отношения к научной дискуссии, к обсуждению диссертации, к тексту и оценке самой диссертации, озвучиваться не будут. В соответствии с порядком присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденным локальными нормативными актами СПБГУ, заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее 2-3 от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее 4-х человек. Наш диссертационный совет состоит из 5 человек, присутствуют все 5, в том числе 2 члена совета в удаленном интерактивном режиме. Со всеми членами диссертационного совета и соискателем обеспечен аудио-визуальный контакт. Таким образом, кворум есть. Устанавливаю следующий регламент сегодняшнего заседания диссертационного совета общей продолжительностью ориентировочно 2 часа. Краткий доклад председателя о представленных соискателем ученой степени документах и их соответствии установленным требованиям. Ответы на возможные вопросы. Примерно 5 минут. Краткий доклад соискателя ученой степени, отражающий основные положения своего исследования. Примерно 15 минут. Вопросы к соискателю строго по его докладу. Не более 2 минут на 1 вопрос. Ответы соискателя не более 5 минут на все вопросы. Выступление всех членов диссертационного совета поочередно со своей оценкой диссертационного исследования и выступление соискателя. с кратким изложением своих позиций, с вопросами и предложениями к диссертанту. Примерно 10 минут на выступающего. Выступление председателя со своей оценкой диссертационного исследования. Краткое. Ответы соискателя ученой степени на вопросы и замечания членов диссертационного совета не более 20 минут. Открытая дискуссия. Выступление по желанию присутствующих на защите диссертации с кратким изложением своих позиций и с конкретными вопросами и предложениями к диссертанту строго по теме исследований. Не более 2 минут на каждого желающего. При этом всех желающих просим зарегистрироваться в регистрационном листке, а перед своим выступлением полностью представиться. Далее я представлю вопросы в адрес соискателя, пришедшие в порядке обсуждения его выступлений и научной дискуссии по трансляции заседания диссертационного совета на сайте СПБГУ. Ответы соискателя не более 2 минут на 1 вопрос. Выступление научного руководителя соискателя не более 3 минут. Обсуждение членами диссертационного совета перед открытым голосованием результатов защиты, на время которого звук трансляции отключается, примерно 5 минут. Открытое поимённое голосование. Подсчёт голосов председателем диссертационного совета с занесением результатов протокол заседания. Принятие решения о присуждении или неприсуждении учёной степени и заключительное слово соискателя не более 2 минут. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы или возражения по данному регламенту? Жду ответа. Возражений нет. Перейду к реализации регламента заседания. Но прежде, ещё раз проверьте, пожалуйста, отключён ли звук у мобильных телефонов. Спасибо за понимание. Итак, приступаю к ведению заседания. Диссертация Жаборонковой Анны Николаевны на соискании учёной степени кандидата филологических наук по научной специальности 10.01.10 журналистика на тему категория авторства в сербской публицистике принята к защите приказом учёного секретаря СПБГУ от 28 июля 2020 года, номер 6921-1. Жаборонкова Анна Николаевна написала своё диссертационное исследование на базе Санкт-Петербургского государственного университета. Научным руководителем её является доктор филологических наук, профессор кафедры медиа-лингвистики СПБГУ Наталья Сергеевна Цветова. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку, в количестве трёх работ в рецензируемых научных изданиях из перечня утверждённого Миноборнауки Российской Федерации все три публикации. В изданиях, индексируемых в наукометрических базах, данных WebOnScience и Escopus публикаций не имеется. Соискатель представил учёному секретарю СПБГУ полный пакет документов для принятия к рассмотрению и защите диссертации. Все документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 порядка. Все представленные соискателем документы по полученной мной информации от куратора соответствуют требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Копии их есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на заседании. Перед тем, как предоставить слово соискателю, есть ли, уважаемые члены диссертационного совета, вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость оглашать и рассматривать весь список представленных соискателем документов на защиту. Я так понимаю, вопросов нет. И предоставляю слово для краткого доклада Ане Николаевне. Напоминаю, 15 минут. Вам слово, Анна Николаевна. Спасибо большое, Алла Николаевна. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги, очень рада сегодня здесь приветствовать. И позвольте, я начну свое выступление. Диссертационное исследование посвящено особенностям речевой репрезентации категории авторства в современной сербской публицистике. При этом под категорией авторства нами понимается система средств репрезентации ключевых идей и взглядов группы сербских публицистов. Актуальность вопроса связана с обострением неизменного исследовательского интереса к публицистическому дискурсу современной Сербии, по сей день переживающей последствия кризиса в связи с развалом Югославии в 1990-е годы. Ведь именно публицистическое слово, как катализатор интенсивных экономических, политических, а также культурных преобразований в обществе, является неоспоримым свидетельством эпохи и служит ключом к пониманию основных черт национальной ментальности. Объектом исследования выступили тексты авторских колонок, публикуемых в электронных версиях общественно-политических изданий Сербии, относимых к блоку качественной периодики. Предмет работы – система способов и средств концептуальной речевой репрезентации категории авторства в текстах публицистических выступлений ведущих сербских колумнистов. Цель предпринятого исследования – выявление специфики речевой репрезентации категории авторства в современной сербской публицистике как средство самоутверждения полемиста в общенациональном диалоге. Для этого в работе очерчиваются границы понятия публицистика, выделяются черты публицистического дискурса, фиксируются основные вехи в истории развития становления теории автора, а также дается определение категории авторства с позицией коммуникативного и когнитивного подходов. Материал для анализа представлен публикациями из изданий. Это три газеты «Политика», «Вечерние новости», «Данос» или «Сегодня», «Перевод на русский язык», а также журналов «Время» и «Недельник». «Недельник» – это еженедельник. Выборку исследования составили материалы, опубликованные в период с января 2017 года по декабрь 2019 года. Наша гипотеза заключается в следующем. Категория авторства может рассматриваться как диалогическая. В современном медиапространстве Сербии в силу определенных исторических обстоятельств доминирует полемический вид диалога. Способ самопрезентации наиболее популярных сегодня сербских публицистов внутри этого диалога зависит от авторской гиперинтенции или сверхзадачи, которая ярче всего фиксируется в формах диалога «Я-ты» или «Я-он». Интересующая нас категория авторства, которую мы рассматриваем также и как когнитивную категорию, выражается в публицистике как совокупность идей, соответствующих ключевым эпизодам современной повестки дня. Эти идеи имеют в сербской колумнистике концептуальное воплощение, то есть базируются на определенных концептуальных доминантах, характер языковой объективации которых, демонстрируют специфику интертекстовых включений, а также проявляют степень эмотивности и образности анализируемого диалога. Среди концептов, являющихся для авторов ключевыми, мы выделили серию лингвокультурных концептов, среди которых «Сербия – власть». Также этот список мы дополнили концептом «эмоциональным», концептом «страх», актуализация которого обнажает эмотивный контур высказывания автора и обнаруживает связь с агрессией и болевыми ощущениями. Так, анализ примеров объективации номинативного поля концепта «страх» позволяет определить основные векторы авторского осмысления, переживания автором данной эмоции. На наш взгляд, осмысление это происходит в нескольких концептуальных измерениях. Первое связано с природой, первоисточником страха, далее с продуцентом страха и, наконец, с субъектом, испытывающим чувство страха. Как показал анализ, природа источника страха связана с социальной зависимостью, с страхом перед будущим, перед переменами. Также присутствует признак страх потери идентичности. Объективация по этому признаку при этом может сопровождаться иронией. Так, например, объектом насмешки у авторов, в частности, известного публициста Свети Слава Басары, таким объектом насмешки становятся культурные штампы, которые основаны на чувстве страха перед утратой собственной культурной идентичности. Корни этого страха уходят, скорее всего, в эпоху завоевания Османской империи на Балканском полуострове, а также мощного влияния Австро-Венгрии на территории Сербии. Признак причинности может не объективироваться вовсе, тогда интерпретационное поле дополняется смыслами, связанными с беспричинным, с экзистенциальным страхом. Особое место в процессе актуализации концепта занимает также состояние адресата переживающего страха. Так в роли субъекта может выступать сербский гражданин или граждане, или некий собирательный образ сербской нации. Переживание страха номинирует и ряд глаголов, среди которых присутствуют и глаголы, в том числе с пиеративным оценочным значением. Продуцент же страха представлен как нечто, в чьих руках сосредоточены средства запугивания и устрашения народа. Он обладает безграничной властью, и на наш взгляд это обусловливает высокий образный потенциал выражений с соответствующими номинантами концепта. Активная актуализация сербскими колумнистами данного концепта, на наш взгляд, определяется экстралингвистическими факторами, осложненной общественно-политической ситуацией в стране, формирующей у авторов особое эмоциональное состояние, и его мы охарактеризовали как некое кризисное мироощущение. Собственно, это же состояние во многом определяет и специфику объективации смежного концепта, концепта «Сербия». Анализ примеров контекстуального употребления концепта продемонстрировал высокую степень актуализации негативно окрашенных лексем, входящих в периферийную область ассоциативного поля «Сербия». Так, по данным ассоциативного словаря сербского языка, эту периферию открывают такие лексемы, как ужас, анархия, безглад, яд, лицемерия. Я думаю, что даже в переводе данные лексемы не нуждаются. Анализ языковых форм и речевых контекстов, объективирующих концепт «Сербия», позволил выявить ряд наиболее частотных концептуальных признаков, окружающих его понятийное ядро. Результаты этого подсчета вы можете увидеть на слайде. Так, семантический признак «раскол» может проявляться как в контексте распада Республики Югославия, так и в связи с отсоединением Косово. Но по нашим наблюдениям, генеральным концептуальным признаком все-таки является раскол идеологический. И актуализация этого смысла происходит за счет использования в текстах словосочетания с существительными «распад», «раскол», «раздвоение», «раслоение» и так далее, а также словосочетаниями с порядковыми существительными «пырва» или «друга», «сербия». То есть первая, вторая, «сербия» одна относится с правыми политическими движениями, другая соотносится с левыми радикальными движениями. Актуализация признака «прошлое» происходит и в связи с историческими событиями. В работе произведена такая попытка подсчета частотности упоминания тех или иных политических персон из-за недавнего исторического прошлого Сербии, и некоторые результаты я тоже представила на слайде. Осмысление концепта «Сербия» происходит внутри многомерного смыслового пространства, в котором выделяются не только семантические признаки, но также семантические профили, которые соответствуют специфике актуальной повестки дня. Они связаны с темами «Сербия» и «Восточный мир», «Сербия», «Западный мир», «Сербия» и «Косово». Активная актуализация этих смыслов мотивирована стремлением к самоутверждению нации в мировом политическом пространстве, потому что по сей день эта роль до сих пор не определена. Идейный посыл авторских публицистических материалов связан с мыслью о необходимости сохранения целостности, единства внутри народа, но вместе с тем полемисты очень активно и говорят о невозможности достижения идеала единства наций на современном этапе развития страны, преподнося образ Сербии как некий сгусток неразрешимых противоречий. Среди многочисленных примеров объективации концепта «власть» наиболее демонстративным, на наш взгляд, являются те, что связаны с изображением в тексте образов представителей сербской власти. Причем каждый из имен может претендовать на статус самостоятельного концепта, объективируемого на всех языковых уровнях и обладающего целым комплексом семантических признаков, соотносимых с определенными и чаще всего, конечно же, негативными индивидуальными чертами той или иной политической персоны. Оценочный потенциал медиатекста наиболее ярко раскрывается в изображении персонали посредством категории комического. Категорическое неприятие таких социальных пороков, как политическое лицемерие, притворство и так далее, предопределяет некоторые тенденции в актуализации концепта, например, доминирование в его лексико-семантическом поле семы «игра», которая поддерживается такими глаголами, как «играть», «исполнять роли» существительным сцены, например. Характер объективации концепта также демонстрирует примеры перехода имен собственных в имена нарицательные. Так, у одного из авторов мы увидим фразу «Сербия не переживет следующее поколение Вулинов и Дачичей». Или политика шешелизма, ошешеление нации, отсылка к имени одиозного депутата сербского парламента Воислава Шешеля. Объективация концепта «власть» происходит не только за счет номинаций конкретных публичных персон, но также очерчена кругом исторических персон и реалий. Отображение этих реалий связано и со спецификой интертекстуальности в сербском публицистическом дискурсе. В текстах колумнистов актуализируются исторические реалии, связанные с мусульманским миром через использование фразеологизмов, через активное включение в текст ориентализмов, а также лексем с морфемами восточного происхождения. В сознании носителей языка данные лексемы семантически будут соотноситься с оппозицией «свои чужие», «раб», «тиран», которая в полной мере раскрывает их экспрессивный потенциал. При этом в роли чужих выступают именно представители правящей власти. Это дает возможность автору-полемиста установить контакт с аудиторией и добиться со стороны своих лояльной одобрительной реакции. Эти особенности авторской интенциональности, на наш взгляд, раскрывают двуединую категорию авторства в сербском публицистическом дискурсе, которая, с одной стороны, представлена манифестацией оппозиционной тональности, с другой стороны, а также абсолютным неприятием социальных пороков, с другой стороны, демонстрирует гражданственный пафос, проявляющийся в стремлении авторов-публицистов к идейной консолидации граждан Сербии. Сербский публицистический дискурс таким образом обладает типичными для современного медиадискурса характеристиками, с другой стороны, уникальным социальным смыслом категории авторства, обусловленным этнонациональной спецификой, а также особенностями творческих индивидуальностей публицистов. Эта уникальность проявляется в системе и характере использования интертекстуальных включений, в вариантах выражения авторской оппозиционности, обусловленной современными проблемами, в разного рода оттенках эмотивности, которые разрушают уже сложившееся стереотипное восприятие гражданственного пафоса публицистического произведения. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. В качестве послесловия скажу, что на фотографии изображен мост через Дриину. Это мост в Республике Сербской. И если очень хорошо приглядеться, то маленькая точечка на этом мосту – это я. Спасибо большое за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы к соискателю строго по докладу, отражающему основные положения исследования. По содержанию диссертации и ответы соискателя не более двух минут на вопрос. Есть ли вопросы, коллеги? Можно я задам вопрос? Пожалуйста, Татьяна Леонидовна. Вот я тебе даже записала, что категория из доклада услышала, категория автора – это совокупность идей. Я все же, скорее, вопрос для понимания, чтобы не самой определиться. Вот все-таки две категории – категория автора и авторское начало – это одно и то же? Или вот авторское начало, оно входит в эту категорию автора? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Татьяна Леонидовна. Ну, мы в работе рассматриваем сразу несколько понятий. Это и авторское начало, и образ автора, то есть еще дополнительное понятие сюда включается, и категория авторства, и категория автора. Мы рассматриваем прежде всего категорию авторства, которая подразумевает взгляд на такие общие тенденции в совокупном медиатексте. И категория автора, конечно же, входит в это понятие, то есть можно ее скорее воспринимать, да, как часть более широкого, ну, семантически немного отличного, да, термина категория авторства. Спасибо. Вы удовлетворены ответом, Татьяна Леонидовна. Ну, да. А есть ли еще желающие задать вопрос? Спасибо. В таком случае переходим к выступлению членов диссертационного совета с отзывами, с оценкой диссертационного исследования и выступления соискателя, с вопросами и предложениями к диссертанту и оглашением затем мною внешних отзывов. Но соискателю я предлагаю отвечать после каждого отзыва на заданные в нем вопросы, либо замечания. Внешних отзывов не поступило. Пожалуйста, слово предоставляется Ильченко Сергею Николаевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня знаменательный день. Мы слушаем защиту на очень важную и существенную тему, потому что проблема автора – это проблема практически всей журналистики, не только сербской. Но история с темой Анны Николаевны как раз и говорит о том, что то, что интересно для Сербии, интересно для всех нас. Тем более, что Сербия, как вы понимаете, исторически, генетически и культурно – это очень близкая нам страна. И, собственно, многие события в российской истории, они стартовали в Сербии. Достаточно вспомнить 1914 год. Поэтому, как говорится, Сербии нам не чужды. Ну и последние события уже на рубеже XX-XXI веков тоже доказывают актуальность сербской тематики не только в общественно-политическом, но, я думаю, и в медийном дискурсе достаточно вспомнить тримуфальный марш советских десантников на Приштину. Может быть, с точки зрения журналистики и предмета это кажется немножко отдаленным, эта история, но на самом деле она очень важна для понимания того, кто же сегодня пишет в сербских журналах и газетах, на сайтах и блогах, и как это оценивается. Тем более взгляд специалиста, который, как я понимаю, владеет достаточной степенью языком, чтобы чувствовать все те нюансы, которые очень важны при оценке категории авторства в сербской публицистике. Сюжет, который создала Анна Николаевна, заслуживает положительной оценки по форме и по содержанию. И четкая структурированная работа тоже производит впечатление именно тем, что все излагается последовательно и дается четкое представление об основных чертах публицистического пространства современной Сербии. С точки зрения и как южнославянских ученых, но и тех, кто, как говорится, прикоснулся на нашей российской почве к этой тематике. При этом основное внимание диссертанков фокусируют на интенциональном и коммуникативном подходах к описываемой категории, что позволяет подойти к размышлению об идее стиле публициста как дискурсивной языковой личности. И мне кажется, что это очень важный сегодня момент для теории журналистики. Опять же повторюсь, может быть он сфокусирован именно на севдском эмпирическом материале, но то, что сделала Анна Николаевна и те выводы, к которым она пришла, может быть востребовано и в нашей отечественно-российской практике, потому что, когда читаешь текст, кажется, что вот замени одну фамилию на другую, и ты получишь картинку сегодняшних каких-то вещей, связанных с публицистическими выступлениями отечественных журналистов. Обширный эмпирический материал не может не произвести впечатлений более тысячи текстов на сербском языке. Это, конечно, мощная эмпирическая база, которая превращает текст в абсолютно доказательный документ, а анализ и выводы из анализа вполне приемлемы и доказательны. Выборку исследований представляют материалы качественные сербские переводики, это тоже очень важно, потому что это передовой, так сказать, отряд сербской журналистики, хотя, как мне кажется, ну, об этом я скажу чуть позже, там есть некоторые нюансы и подтексты, но Анна Николаевна, я думаю, у них прекрасно разбирается. Выбор авторов, так сказать, тоже очевиден. Известны белградские колумнисты, белградские, значит, сербские, хотя, как я понимаю, для Сербии оппозиция столица региона не так характерна, как для России, тем более у нас две столицы. При отборе особое внимание Анна Николаевна фокусировала на смысловой структуре авторских колонок и обращала внимание, это, наверное, самый правильный подход на оценки ключевых и громких, то, что мы называем резонансных событий в современной истории, как в Сербии, так и за ее пределами, так сказать, по всему периметру. Это убийство видного сербского политика лидера косовских сербов Оливера Ио Ивановича, предвыборная кампания, естественно, и победа на президентских выборах Александра Вучича, массовые протесты по результатам выбора, протесты сербской молодежи за ставку президента Вучича зимой 2018-го, весной 2019-го года и другие резонансные события. Вот даже сейчас я зачитываю эти перечисления, повестки дня Сербии, и опять у меня такое ощущение, что вот где-то рядом это все происходит, это еще более актуализирует восприятие Анны Николаевны вашей работы. Естественно, проанализировано то, как освещались эти события известными публицистами и какие стилистические особенности характерны для того или иного автора. И здесь очень важно, мне кажется, что выявила Анна Николаевна в этих текстах, это то, что вот это кризисное мироощущение, оно продуцирует особый эмоциональный ряд в текстах авторов, и не случайно три концепта очень тесно переплетаются и как в анализе Анны Николаевны, так, ну понятно, что это проекция от того, что вы выявили. Это страх, власть и Сербия. Вот если эти три слова переставлять местами, то они производят очень сильное впечатление и говорят о характере авторов и о том, как авторы это интерпретируют. Работа Анны Николаевны имеет практически смысл и значимость, потому что, повторяю, ее актуальность для меня сверхочевидна и не нуждается в дополнительных, так сказать, аргументах. И очень важно, что международные компоненты исследования связаны с использованием опыта зарубежных славяноязычных СМИ, в частности, СМИ Сербии. И когда мы говорим о концепции русского мира, о концепции славянского мира, то как раз вот то, что сделала Анна Николаевна, может тоже занять свое место в исследовании всей связанной с этим проблематики. И результаты той работы, которую проделала уважаемая диссертанка, могут быть использованы в процессе подготовки и совершенствования речевого мастерства современного медиа-деятеля для осмысления средств и способов речевой репрезентации категории авторства. Ну, соответственно, и в различных видах учебных занятий, от лекционных и семинарских, до организации работы в профессиональных творческих студиях, когда на конкретных примерах можно демонстрировать, как автор может проявлять себя в весьма острых политических ситуациях, ну и, соответственно, что из этого следует, если автор выскажется одним способом или другим. И, соответственно, как это будет характеризовать его общественно-политическую позицию, и как это будет актуализировать повестку дня, которая характерна не только для Сербии, но и в целом, скажем так, на постсоветском, на постсоциалистическом пространстве. Это тоже, наверное, очень важный момент. В то же время, как и любая диссертация, она вызывает, эта диссертация, размышления от долг члена Совета и рецензента высказать свои размышления вслух. Прежде всего, и вот это для меня очень важно, у нас диссертация называется «Категория авторства в сербской публицистике». И мне бы очень хотелось от Анны Николаевны услышать комментарий по поводу соотношения концептов Сербии и Югославии, ну и уточним, даже бывшей Югославии, потому что, на мой взгляд, вот как раз, может быть, и уходят от концепта бывшей Югославии, автора именно потому, что они хотят побыстрее забыть свое прошлое. И вот эта доминанта фрустрации как раз и характерна для всего медиапространства экс-Югославской республики, которая до распада, я напомню, играла главную роль в структуре югославского государства. И поэтому публицистика как раз, на мой взгляд, может быть, такие есть публикации, просто они не составляли особый, так сказать, предмет вашего внимания, как раз могли бы способствовать смене массовых настроений в нынешнем сербском обществе от кризисного к позитивно, так сказать, перспективному. То есть не все-все плохо гипс снимает, клиенты уезжают, а что-то, может быть, еще такое, что открывало бы перспективу движения куда-то вперед, а не постоянного оглядывания назад. Судя по результатам проведенного автором анализов, текстов, популярных сербских авторов, в них достаточно ярко выражена политическая ангажированная позиция критики действующей власти. Насколько эта критика адекватна реальной ситуации в стране и не является ли данное обстоятельство намеренной эксплуатации со стороны авторов собственной популярности в интересах иных субъектов политической деятельности. То есть просто на чью мельницу льют воду талантливые, яркие сербские публицисты, как я догадываюсь, из оппозиционного скорее лагеря, чем стоящего на стороне ныне действующей власти. И каково соотношение структуры и стилистических особенностей авторских колонок, которые были опубликованы на сайте, по сравнению с печатными версиями этих же изданий. То есть это идентичные тексты, это, так сказать, вариации больше, меньше. То есть насколько здесь одно равно другому. Есть еще один момент, но это любой автор диссертации, докторская, кандидатская, всегда в этот соблазн попадает. Перегруз, на мой взгляд, первой главы терминами. Очень хочется сказать все, вот терминологически все слова поставить, все номинации наклеить на соответствующие явления. Но вот некоторые, может быть, в силу того, что они не так часто встречались в моем личном теоретическом, практическом опыте, например, сразу два термина, 22-й страницы вашего квалификационного сочинения, пееротизация и патетизация. Вот если можно, как-то прокомментировать их, и в связи с чем они появились. Ну и еще один момент. Хотелось бы понять все-таки разницу между языковой личностью, как вы это понимаете, и дискурсивной личностью, потому что это тоже момент, который у вас постоянно возникает в тексте вашего анализа. Про знание сербского языка вообще умолкаю, дай бог нам каждому владеет так сербским языком, но не все члены диссовета и ваш покорный слуга владеют сербским языком в такой же степени. Поэтому, может быть, это уже чисто организационное пожелание, может быть, некоторые эпиграфы имело смысл перевести на русский, ну просто элементарно с ноской, так же, как и в приложениях. Поэтому это просто бы облегчило знакомство с текстом, и более доступным сделало бы понимание каких-то вещей, и, может быть, нюансов, которые ускользают, когда ты пытаешься догадаться, но точно не знаешь содержания приводимых вами цитат. Но все эти высказанные пожелания и замечания никоим образом не снижают общей положительной и позитивной оценки данного достойного научного исследования. И, на наш взгляд, работа Анны Николаевны Жаворонковой, простите, вот пытался выучить Жаворонковой, Жаворонковой, соответствует основным требованиям, которые установлены приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете, а соискательница заслуживает присуждение ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика. Доклад закончен. Спасибо, Сергей Николаевич. Анна Николаевна, я вам напомню, что у вас не более пяти минут, а даже четыре минуты на ответ на замечания. Уважаемый Сергей Николаевич, благодарю за вопросы. Они содержат в себе такую мощную перспективу дальнейшей работы, которой, конечно, планирую заниматься. Но тогда сразу начну, наверное, с последнего замечания по поводу перевода фрагментов. Тут уже временной ресурс не сыграл мне на руку, хотя, конечно, до последнего занималась переводами текстов и старалась снабдить все фрагменты данных в тексте анализируемыми переводами. Но все равно в итоге получилось, конечно, что где-то есть пробелы. Что касается соотношения концептов Сербия и Югославия. Можно начать с анализа статьи Сербия в ассоциативном словаре. Если взять ассоциации к понятию, к топониму Сербия, то Югославия будет где-то на периферии. То есть она уходит далеко, однако все равно активная актуализация в текстах колумнистов происходит. Но нужно сказать, что даже если актуализация происходит, то в очень узком контексте, в отличие от номинантов концепта Сербия, который и в метафорических моделях используется, в том числе, и в большом количестве различных грамматических конструкций. Кроме того, оно не ограничено употреблением какого-то узкого исторического контекста. Кроме того, очевидным является то, что, например, понятие сербская история шире, чем югославская история, потому что она охватывает как минимум 10 веков становления и развития государства, а югославская история только в период с 18 по 2003 годы. Поэтому, конечно, концепты перемежаются, и номинанты концепта Сербии распространены больше и дают возможность публицистам в более широком контексте себя проявлять. С другой стороны, разговоры о Югославии, они проникнуты теплым ностальгическим чувством. Поэтому, когда мы видим Югославию, тут понятно, что некоторые акценты авторской интенциональности смещаются. Поэтому, можно говорить о консолидирующем неком потенциале этих концептов, безусловно, и в дальнейшем было бы очень интересно заняться именно анализом актуализации Югославии, концепта Югославии. Что касается политической ангажированности, я тогда скажу, сразу вспомнилась фраза «Си по воду на водо ницу Вучича». Это сербский фразеологизм «Да, льет воду на мельницу Вучича». И этот фразеологизм употребляет Светислав Басар, он критикует журналистов, которые льют воду на мельницу Александра Вучича. То есть, понятно, что это оппозиционный лагерь. Хотя в своем анализе я намеренно взяла издание разных идеологических направленностей. То есть, это и политика про правительственные издания, и вечерние новости, которая тоже, и даже оно печатается на кириллице. Собственно, мы можем определить, если кириллица, значит, про правительственные издания. Тут очень легко определить, зайдя в киоск в Белграде газетный. Политика тоже на кириллице, собственно, про правительственные. А то, что на латинице, оно, как правило, либерального толка, либерального характера. И я взяла все. То есть, смотрела и про правительственные издания, более либеральные, но даже в про правительственных большая часть колумнистов это очень критически высказывается. Но, собственно, из политики я брала раздел колумны. Это черно-белый раздел, черно-белый вкладыш, который не финансируется политикой, и поэтому там в точку зрения колумнистов может не совпадать с точки зрения редакции, и они это заявляют сразу же. Поэтому мне казалось, что я все-таки показала такой срез разнообразный, хотя в итоге в конце концов анализ показывает, что тяготеет в сторону оппозиционности. Насколько они связаны с какими-то агентами иностранными, я не знаю, честно говоря, не рискну утверждать, но вот анализ он показывает такие признаки. Что касается пояснения некоторых терминов, пееративизация, ну тут можно обратиться к корню пеератив, это грубая, грубая оценочная лексима какая-то, и сегодня пееративизация, говорят, когда напоминают проблему засилия средств массовой информации, грубая оценочная лексика, в Сербии это очень распространено, исследователи считают это своей большой проблемой, большой проблемой медиапространства, потому что там обценная лексика не запрещена в государственных изданиях, мы можем встретить самые ужасные слова в политике и даже на первой полосе. Этому проблеме я посвящала отдельное исследование средству проявления речевой агрессии в Сербии, то есть насколько эта специфика отличается от русских СМИ, и что касается патетизации, это такое злоупотребление, связанное с явлением злоупотребления таких лексием, как проблемы, последствия, счастливое будущее, просто будущее, лучшее будущее. Злоупотребление, настолько высока степень злоупотребления, что они уже теряют свое семантическое значение и в принципе теряют свои смыслы, которые изначально в них могли быть заложены. Поэтому активное злоупотребление ведет не только к потере смысла, но и к потерянности адресанта, то есть читателя, который оказывается перед лицом, не знает, что его делать, у него возникает впечатление неразрешимости важных вопросов и может быть даже тут формирование какой-то индифферентной позиции читателя-адресата. И что касается последнего, скажу, соотношение языковой личности и дискурсивной личности, конечно, сейчас исследователи медиатекста употребляют именно понятие дискурсивная личность, но ни в коем случае не отказываются от термина языковая личность классического для отечественной филологии, но тут они берут как и определение и понятие Караула, Ира Николаевича, так они еще и все-таки обращают внимание на коммуникативный аспект языковой личности, потому что если Караулов говорил о том, что языковая личность это личность, выражающаяся в языке посредством ресурсов этого языка и там прагматический коммуникативный мотивационный уровень был у него на последнем месте, когда он рисовал структуру этой языковой личности, то коммуникативные личности в этом понятии последнее становится первой, то есть прагматика выходит на первое место, мы смотрим на личность не как на человека, который хотя также и как на человека, который реализуется с помощью ресурсов языка, но все-таки в первую очередь он в коммуникативных практиках проявляется и реализуется, а дискурсивная языковая личность берет проявление и языковой, и коммуникативной, и тут есть такая связка с некой узкой специализацией, то есть дискурсивная личность, как правило, очень сильно привязана к контексту, в отличие от коммуникативной, она не обязательно привязана, и она привязана, например, к какой-то специализации и к профессиональной, скажем, специализации. Спасибо, Анна Николаевна. Спасибо большое. Сергей Николаевич, вы удовлетворены ответами. Да, я удовлетворен ответами. Теперь я напомню членам совета о том, что отзывы были опубликованы на сайте СПБГУ для ознакомления, и поэтому предлагаю зачитать или изложить только основные моменты, вопросы или замечания к соискателю, а Анне Николаевне помнить о том, что на ответ не более пяти минут. Слово предоставляется новоженовой Зое Леонидовне. Здравствуйте, дорогие коллеги, еще раз здравствуйте. Я рада всех приветствовать своего сумрачного Гданьска сегодняшнего. Очень жалею, что не вместе с вами в аудитории. Я была бы очень рада побывать в Санкт-Петербурге сейчас, но увы. Ну, я постараюсь достаточно быстро прочитать свой отзыв, чтобы не задерживать течение мероприятия. Итак, исследование Жаворонковой Анны Николаевны затрагивает ряд актуальных проблем современной медиа-лингвистики, теории коммуникации и журналистики. И, прежде всего, проблема авторства, которая является частным случаем проявления категории субъективности, антропоцентричности языка и речи, то есть тех категорий, которые определяют современную научную парадигму. Именно внимание к проблеме авторства, авторского начала, к ракурсу взаимоотношения автора-публициста и с аудиторией как проявление нового витка развития стратегической коммуникации является активно разрабатываемым направлением медиа-лингвистики, что определяет актуальность данного исследования. Кроме того, актуальность, как здесь уже было сказано, исследованием можно видеть и в том, что Анна Николаевна описывает публицистический дискурс современной Сербии, на который направлено внимание и сербской, и славянской, и мировой общественности и оценивает его как диагностический инструмент социально-политической и культурной ситуации в Сербии, что безусловно стимулирует и научное внимание к данной проблеме. Обращаясь к актуальным, социально значимым и научно востребованным проблемам, автор вносит свой вклад в научную дискуссию, которую можно квалифицировать как достижение молодого ученого. К их числу можно отнести продуктивное и результативное объединение недостаточно описанного объекта исследования текст авторских колонок общественно-политических изданий Сербии с корректно выбранным предметом исследования способа и средства консультальной речевой репрезентации категории авторства, что также свидетельствует о новизне выполненной работы. Я прошу прощения, у меня с утра сегодня лекции были. Исследовательски оправданной является методологическая база анализа, предложенная в диссертации. Надо сказать, что на данном этапе развития науки теоретические положения, привлекаемые автором, являются адекватным инструментом для раскрытия сути явления, что и определило ожидаемый познавательный эффект. Поэтому достижением автора следует признать созданный им аналитический алгоритм исследования объекта и предмета, построенный на функциональном коммуникативно-когнитивном лингводискубросологическом методе исследования с корректным применением актуальных методик интернационально-стилистического, функционально-стилистического и семантика когнитивного анализа, позволяющим в конечном итоге определить способы и средства концептуально-речевой репрезентации категории авторства сербской публицистики. Необходимо отметить, что поиск методологической доминанты, продемонстрированной соискательницей, в первой главе свидетельствует о ее хорошей осведомленности в научном дискурсе, умея анализировать и синтезировать научное знание и подавать его в лапидарные формы. Удотворной также является попытка совмещения двух исследовательских оптик русской и сербской, хотя предпочтение отдается подходам сформированным советским и российским языкознаниям. Последовательный и многомерный анализ, проведенный соискательницей, позволил ей прийти к важным научным результатам, которые в основном представлены в третьей главе исследований. Автором диссертации предложено понимание категории авторства как совокупности идей в их концептуальном воплощении. На странице 139 так было сказано. Применительно к сербскому публицистическому дискурсу, что потребовало от Анны Николаевны этнокультурные или, как она называет, этнонациональные характеристики сербского публицистического дискурса. И это сделано в четких и объективных координатах. Авторский корпус, тематическая специфика, связанные с вопросами внутреннего и внешнего устройства страны, прорисованы определенные дискурсивные характеристики сербского публицистического дискурса, специфическая модальность, основанная на фрустрации как эмоциональной доминанте, провокативность, диалогичность, интертекстуальность. Продуктивным вектором исследования является поиск этнокультурной и индивидуально авторской спецификой категории автора, авторства с указанием языковых средств ее актуализации, экспрессивная лексика, исторические рефлексивы, концептуальные доминанты и другие. Амбивалентность категории авторства показана через анализ репертуара ролей сербских публицистов, доминирующих неоктиком публициста-политика, автора, гражданина и особенности данной категории в ее динамическом аспекте с учетом фактора автора-адресата, в связи с чем установлен состав типологизированных речевых средств для реализации идеологичности текстов сербских публицистов. Проявление индивидуальной специфики категории авторства обнаруживается в анализе и диастиле одеянных сербских авторов в свете Слава Басара Драголюба Жарковича и других. Именно как авторов полемистов. Однако основной исследовательский интерес соискательницы сосредоточен на выявлении и описании концептуальных лингвокультурных доминантов и диастиле сербских публицистов. Сербия, власть Влада и эмотивный доминант и страх. Последняя как показывает диссертантка определяет специфическую тональность сербских публицистических текстов обусловленную фрустрацией в сербском обществе и в среде сербских публицистов кризисным мироощущением находящим выражение в языковых средствах специфические этикетные формы акказианализмы и ориентализмы инъективы обсценная лексика вульгаризма специфика объективации концепта Сербии и Влада реконструкция семантической структуры и содержательного смыслового наполнения показана через корректный анализ словарного материала текстовых репрезентаций коллокаций метафорических моделей. Именно наблюдение над роли метафорического компонента и объективации концептов позволило автору диссертации сделать вывод о высокой интертексуальности и полифоничности исследуемых текстов. Достоверность исследования обеспечивается солидной эмпирической базой, о которой уже тут говорилось и не буду повторять сколько здесь тысяч текстов. Результаты исследования имеют теоретическую значимость, расширяют научную базу наше знание о свойствах публицистики в целом, так как вносит вклад в дальнейшую разработку категории авторства публицистики, дают новые факты и наблюдения для понимания интенсиональности и не только в медийном поле в медиалингвистике, но и для теории коммуникации вообще и стимулирует более пристальный интерес к такой составляющей коммуникативного процесса, как адреса. Важным теоретическим итогом диссертации является также фиксирование этно-национального фактора функционирования категории авторства, что показано на примере сербской публицистики, существующей в координатах стратегической коммуникации с общей установкой на радикальной демонстрации в языке кризисного мироощущения, оказывающей мощное влияние на данную категорию. Одной из привлекательных сторон диссертации является ее хорошо продуманная структура, динамический стиль изложения. И перейду к некоторым замечаниям. Часть замечания, связанная с диссертацией, имеет скорее характер пожеланий и вопросов и являются дискуссионными. Первое мое замечание и соображение касается ключевого для данного диссертационного исследования понятия авторства. Мне думается, что необходимо было добавить несколько штрихов для обоснования выбора термина авторства по отношению к конкурирующим терминам автор, авторское начало. Может быть, необходима была и интерпретация словообразовательной структуры термина, ее роль в выражении содержательной семантической стороны этого понятия, самой категории. Напомню, что суффикс существительных может получать значение общности и собирательности. Вот это надо было как-то синтерпретировать. Следующий вопрос касается статуса обсуждаемой категории. Ну, какая же она в конце концов когнитивная, речевая, коммуникативная, дискурсивная, текстовая. Насколько универсальна данная категория, каков характер ее универсальности. Ну, вот если это делать в позициях, например, общая, частная, универсальная, индивидуальная, универсальная, этнокультурная и индивидуально авторская. Ну, в ходе исследования были выделены три ключевых концепта. Были ли в этой процедуре выделены другие, возможно, периферийные концепты? Ну, вот это тоже вопрос, который возникал, как я понимаю, не только у меня. В категории авторства следующее предъявлено в наборе специфических характеристик диалогичность, полемичность, интенсиональность, концептуальное содержание. Значит, с одной стороны. С другой стороны она проявляется в дихотомической оппозиции автор-читатель. Поэтому, возможно, второму члену этой оппозиции возможно необходимо было посвятить больше внимания, вот посмотреть на характер взаимоотношений, стимулирующее воздействие значит, читателя на автора, партнерство, конфронтация и так далее. Можно было подумать над этим. Информация в первой главе представляется она не до конца сбалансированной. Излишняя детализация, как нам кажется, присутствует, например, в части, посвященный риторическому аспекту. Может быть, по и важному, но до какой степени. В то же время отсутствует внимание к такому понятию, как адресант. Возможно, было бы необходимо включить его в парадигму анализа. Вот этот конкурирующий термин, конкурирующий, поскольку он активно используется в коммуникологии, стилистике, в медиа-лингвистике, и в связи с ним накоплено продуктивное знание. Ну, и я тут замечаю, что с понятием термина адресант связано большее внимание к коммуникативным, внешне ситуативным обстоятельствам, в том, в то время как понятие автор приобретает некоторую такую литературную оболочку. И с понятием автор связывается содержательные аспекты коммуникации, больше смысловые, смысловой слой коммуникации. Далее, понятие диастиль приобретает диссертацию в некоторое собирательное значение, но такая трактовка входит в противоритие с общепринятым значением термина. Как это сбалансировать? Подхожу уже к итогам. Указанные замечания и вопросы не снижают научные ценности проведенного исследования. Оно уносит существенный вклад в изучение категории автора авторства и, прежде всего, в аспекте ее универсальной и этнокультурной природы. Диссертация является оригинальным и завершенным научным исследованием на актуальную тему. И все вышеизложенное позволяет мне утверждать, что диссертация Жаворонкова Анны Николаевны на тему категории авторства стерпской публицистики соответствует основным требованиям и так далее и заслуживает присуждение и соискатель Жаворонкова Анны Николаевны заслуживает присуждение ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика Спасибо вот так неожиданно голосе Благодарим вас Зоя Леонидовна Благодарю вас Зоя Леонидовна Благодарю вас за замечания и за вопросы также в них содержится такой мощный перспективный вектор дальнейшего исследователя дальнейшей работы я хочу начать с категории авторства с категории и поблагодарить за это замечание касающееся семантики определения понятия авторства потому что именно значение общности и собирательности мы вкладывали в термин авторства и с этими же значениями собственно и соотносятся основные задачи и концепция исследования которая предполагает попытку зафиксировать какие-то общие тенденции характерные для сербского публицистического дискурса кроме того на нас влияние оказывала школа и после публикации докторской диссертации Василия Васильевича химика о категории субъективности и ее выражение в русском языке именно такой вариант обозначения был принят и мы использовали именно его что касается статуса обсуждаемой категории уточню что традиционно категория авторства наравне с категорией автора и авторским началом принято понимать как текстовую в первую очередь потому что свое воплощение она находит именно в тексте художественном или публицистическом и в работе мы этот взгляд конкретизируем и статус конкретизируем рассматриваем категорию с точки зрения коммуникативного и семантика когнитивного подходов и таким образом коммуникативный подход к анализу речевой репрезентации категории авторства то есть с точки зрения специфики взаимодействия автора и читателя позволяет говорить об описываемой категории как диалогической а семантика когнитивной которая подразумевает реконструкцию идеостиля публициста базирующегося на концептуальных доминантах как о когнитивной то есть вот такая сложная структура категории авторства возникает далее далее по поводу периферийных концептов конечно же в ходе исследования были зафиксированы и другие концепты не только которые были представлены уже в финальном исследовании вообще стоит сказать о том что сосчитать концепты невозможно говорим мы о языке о медиатекте о языке в принципе вот поэтому установленного объема или списка концептов нигде нету то есть мы их сами определяем сами ищем что нам анализировать поэтому на первых этапах исследовательской деятельности глаза действительно разбегались и хотелось проанализировать очень-очень многое собственно и в планах это тоже есть среди смежных концептов на которые уже скорее просто времени не хватило для того чтобы адекватно и подробно проанализировать это свобода то есть вот после страх страх власть сербия запятая свободы и вот это должно было войти в диссертацию но надеюсь уже в последующих работах я эту тему затрону независимость единства вот свобода независимость единства это следующая партия концептов над которыми хотелось бы подумать и поразмышлять хотелось бы да еще поблагодарить Зою Леонидовну за замечание касательно читателя тоже мы занимались вот этими разбором анализом отношений в каких отношениях находится автор и читатель и что это конфронтация партнерство или что-то иное как правило это конечно стремление возбуждения какого-то интеллектуальной деятельности бывает и очень жесткая конфронтация и о партнерстве наверное говорить не приходится ну судя по нашим наблюдениям за творчеством того же Светислава Басары вот из списка публицистов он стал таким любимым для меня пожалуй я свой ответ на вопросы Зои Леонидовны закончу спасибо большое спасибо Анна Николаевна Зоя Леонидовна вы удовлетворены ответом ответами скажем что да спасибо слово предоставляется Каминской Татьяне Леонидовне дорогие коллеги я рада вас всех видеть и мое единственное преимущество сегодня заключается в том что я без маски но все равно мне хотелось бы быть конечно с вами в реальном в реальной коммуникации я быстро зачитаю отдых не весь конечно и хочу для начала сказать что конечно Сербия пережила много очень трагических событий мы все время за ними наблюдаем последние десятилетия и очень сочувствуем сербам и новейшая история конечно вызывает интерес не только политологов например но тоже медиаисследователей с точки зрения непростой судьбы страны и в ее внутренних дискурсах вместе с тем в современных русскоязычных гуманитарных исследованиях едва ли найдется два десятка публикаций об этом исключая авторские я вот в линте поискала и буквально вообще не нашла ничего ну дальше я не буду зачитывать все что касается актуальности новаторской сущности авторского подхода авторской идеи и содержание буду зачитывать связанные с содержанием ее глав какие-то вещи общие которые все уже видели и слышали так и так это первая вторая и третья глава но отмечу безусловно удачный выбор колумнистов для анализа сербской публицистики так убедительно обоснованный автором в пункте 3.1 однако в следующем за этим пунктом тексты диссертации не содержится каких-либо указаний на их различия в плане социальных ролей это я уже перехожу к каким-то замечаниям своим сомнениям и вопросам и также удельного веса авторского начала и других аспектов стиле образующих категорий авторства представленных в обзоре пункта 2.2 диссертации создается впечатление ну по крайней мере у меня что все выбранные диссертанты колумнисты используют одни и те же метафоры и приемы в описание министров депутатов всех реалий сербской политической жизни и реконструировать какой-либо образ автора отдельного у каждого из них не представляется возможным кроме того непонятно в чем различие но я вот задавала этот вопрос авторского начала в медиатекстах каждого колумниста вот этот показатель на самом деле авторское начало он объективный текстовый показатель можно его вычленить из самого текста даже в процентном соотношении доля автора как она там в чем она выражается в отличие от реконструируемого своим уже адресатом то есть исследователь это может сделать вот это авторское начало как-то вычленить а адресат предположим он воспринимает эмоционально но то есть в этот момент мне кажется был упущен в связи с категорией авторства возникает и вопрос относительно концептуального воплощения данной категории в публицистике является ли объективизация концептов я читаю положение диссертации номер 5 здесь характерной чертой именно для политического сегмента сербского медиадискурса либо вообще любой политический дискурс как мне представляется как раз строится с использованием таких доминантов как страна и власть ну о чем еще писать в политическом дискурсе о стране и о власти ну и также о лидерах страны кроме того положение 4 кажется лишь очевидностью какие еще основания возможны для проявления интертекстуальности в публицистическом дискурсе кроме ценностей и в чем тогда специфичность утверждения именно про сербскую публицистику необходимых доказательств этого положения ведь любое современное определение интертекстуальности сверно с трансляцией кода культуры как системой традиционной для человечества ценностей отмечены недочеты заданной вопроса не снижают общего положительного впечатления о работе кроме того следует отметить тот факт что результаты диссертационного исследования получили достаточно апробации выступления Анны Жаворонковой на 12 научно-практических конференциях в различных городах страны а также в опубликованных ей 15 работах суммируя все сказанное выше можно заключить что диссертация Жаворонковой Анны Николаевны на тему категории авторства сербской публицистики соответствует основным требованиям установленным приказом от 2016 года о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете соискатель Жаворонкова Анна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 1001-10 журналистика пункт 11 указанного порядка диссертантов не нарушен спасибо 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 Татьяна Леонидовна большое спасибо уважаемая Татьяна Леонидовна привет из Санкт-Петербурга великому Новгороду любимому городу начну с ответа на вопрос касающийся опять же категории авторства это ключевого понятия что касается развлечения социальных ролей и фиксации каких-то индивидуальных характеристик каждого конкретного автора хочу еще раз пояснить что в задачи исследования не входило реконструирование образа каждого конкретного автора а скорее было нацелено и сосредоточено на особенностях автора как личности дискурсивной то есть можно наверное говорить об идеостиле некого коллективного автора и конечно же на первых этапах исследования мы занимались тем что каждого конкретного автора разбирали смотрели на специфические проявления его стиля но специфика проанализированного материала нас затем заставила пойти по пути обобщения поэтому намеренно далее была объединена эмпирическая база создан единый корпус текстов на которые я смотрела как на единую такую концептосферу чтобы впоследствии зафиксировать общие компоненты в смысловой структуре совокупного медиатекста на какие-то тенденции в отборе актуальных речевых стратегий и тактик и наконец общих маркеров индивидуальных стилей взятых авторов секунду по поводу по поводу выбора концептов та конечно же без спорен мысль о том что любой публицистический дискурс строится на вот этой цепочке страна плюс власть и данные концепты для подобного типа дискурса они типичны собственно именно поэтому свой выбор мы остановили на них и анализ их языковой объективации в свою очередь позволил выявить черты специфичные именно для сербского медиадискурса связанные с осмыслением авторами прошлого исторического собственной страны и восприятием себя как части этой истории осмысление конечно это происходит в частности за счет привлечения специфических интертекст тем и положение утверждающее аксиологические основания интертекстуальности не претендует на уникальность однако уникальны и значимы сами тенденции их включения в текст и одна из них связана со степенью такой погруженности серба в прошлое серба бы сказал окрэнутост прошлости окрэнутост према прошлости да такой погруженности в прошлое постоянные постоянные рефлексии по поводу событий 10-20-100-600 летней давности их целенаправленная и масштабная но при этом селективная актуализация и я думаю что на этом я свой ответ закончу спасибо большое спасибо Анна Николаевна Татьяна Леонидовна вы удовлетворены ответом да да спасибо спасибо уважаемые коллеги представленная к защите диссертационное сочинение Анны Николаевны Жаворонковой затрагивает комплекс актуальных и важных в широком гуманитарном отношении проблем есть все основания утверждать что впервые в отечественной теории журналистики на таком серьезном уровне рассмотрен предметно проанализированный обобщен профессиональный творческий опыт сербских публицистов он вызывает не просто научно-познавательный и методологический интерес но важен и в просветительском отношении Анне Николаевной проведен анализ текстов авторских колонок которые были опубликованы в современных электронных версиях общественно-политических изданий Сербии изучена система способов и средств концептуальной речевой репрезентации категории авторства в текстах публицистических выступлений ведущих сербских колумнистов следует отметить что Анна Николаевна Жаворонкова изучила значительный по объему научно-теоретический материал и разносторонний по проявлению методологический опыт других исследователей речевой репрезентации категории авторства ею было проведено оригинальное исследование значительного по объему эмпирического материала который увидел свет в серьезных аналитических изданиях при этом автор диссертации акцентирует внимание на том как в современной сербской публицистике осуществляется самоутверждение полемиста в общенациональном диалоге анна николаевна жаворонкова выделяет наиболее известных и характерных для сербского публицистического дискурса авторов в ходе исследования творчества сербских публицистов автор диссертационного сочинения обращается к работам посвященным феноменологии публицистического дискурса истории становления и развития категории авторства в свете риторики теории художественной прозы и публицистики положительно должно быть оценено и обращение проблематики интертекстуальности публицистического дискурса но тут же я хотел бы сразу сказать что лично мне не хватило вот упоминания Ирины Владимировны Арнольд я ее в литературе не нашел которая ну едва ли не классик в области интертекстуальных исследований затем можно было бы упомянуть и Игоря Павловича Смирнова который даже издал здесь у нас в Петербурге в 1995 году еще книгу порождения интертекста ну и если так более широко рассматривать всю эту проблематику то наверное надо было бы обратиться и к такому международному опыту как создание крупнейшего междисциплинарного проекта поэтика герминевтика который в течение практически 30 лет был обращен в частности к этой теме к теме интертекста вот мне не хватило вот немножко такого более широкого концептуального взгляда ну а показалось что вы так где-то на пятачке каком-то топтались а надо было выходить на более широкий уровень кроме того предметом научного исследования стали работы посвященные категории авторства с учетом наиболее важных и перспективных концепций концепций коммуникативной стилистики и лингвоперсонологии это дает возможность автору диссертационного сочинения создать действенную и методологически эффективную систему отождествления текстового материала позволяющую с достаточной полнотой идентифицировать творческий профессиональный и общественный потенциал сербской колумнистики автором обобщен и проанализирован значительный по объему эмпирический материал в частности это проявилось при рассмотрении концепта сербия как сама Анна Николаевна указывает всего проанализировано 900 контекстов употребления концепта сербия работа конечно очень большая проделана текст диссертации в плане концептуальном и методологическом а также научно-теоретический и эмпирический материал использованный в диссертации является вполне достоверным и апробированным в докладах автора есть необходимое основание вести речь о новизне исследования что обусловлено прежде всего обращением к лингво-дискурсологическому вектору развития сербской науки о языке в свете традиций функциональной стилистики разработкой использованием коммуникативно-когнитивной парадигмы анализа концептосферы сербскоязычного публицистического дискурса исследованием новых аспектов категории авторства способствующих построению диалога автор-читатель также следует подчеркнуть что содержание диссертации не реферативно а концептуально в то же время также необходимо отметить что диссертация Жаворонкова имеет некоторые недочеты ну кое о чем я уже сказал так рассматривая идеостиль как важнейший предмет изучения стилистики прежде всего как авторский индивидуальный стиль Жаворонкова справедливо ссылается на труды Караулова Виноградова Виктора Владимировича и других известных ученых но оставляет без внимания работы Юрия Николаевича Тынянова которого по праву считают одним из основателей исследования идеостиля и который известен изучением авторской поэтики его труды в области текстопостроения идентичности процессов текстуализации отнюдь не утратили своей актуальности но еще хотелось бы сказать что один из разделов диссертации а именно эмотивность как стилистический контур авторского высказывания диалога автор-читатель посвящен безусловно очень важной теме особенно когда речь заходит о журналистском творчестве можно приветствовать сам факт обращения Анны Николаевны к этой теме и то как она справилась однако было бы совсем не лишним в связи с этим упомянуть и профессора Виктора Ивановича Шаховского признанного отечественного филолога который по сути является основателем научной школы лингвистики эмоций давно и успешно разрабатывает вопросы эмотивности языка речи и текста ну он упомянут в диссертации но в другом все же контексте кроме того в главе 1 публицистика как особое коммуникативное пространство Анна Николаевна Жаворонкова рассматривает разные аспекты публицистического дискурса опирается на труды многих достойных авторов но пожалуй диссертация только бы выиграла если бы ее автор обратилась к заметным исследованиям последних лет по теории практики публицистического дискурса обзор литературы в диссертации конечно представляется достаточно проработанным как в исторической части так и в отношении современных российских и иностранных источников однако концептуальное исследование могло бы быть дополнено также некоторыми другими публикациями в авторитетных изданиях например статьей видного исследователя СМИ Александра Алексеевич Чертычного публицистика в современных российских СМИ рефлексия и практика опубликована вестники российского университета дружбы народов ну практически это такое как бы уже едва ли не последняя не последняя публикация тертычного и очень концептуальное содержательное произведение в принципе это незначительные совершенно замечания скорее даже пожелания диссертация Анны Николаевны Жаворонковой категория авторства в сербской публицистике соответствует основным требованиям установленным приказом о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете и соискатель Анна Николаевна Жаворонкова заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика пункт 11 указанного порядка диссертантам не нарушен спасибо за внимание спасибо Борис Яковлевич Анна Николаевна пожалуйста вам слово спасибо уважаемый Борис Яковлевич огромное спасибо да еще раз отдельная благодарность за источники которые вы предложили и тема интертекстуальности невероятно близка и важна для моей работы и для перспектив работы поэтому вот я записала и обязательно обращусь к проекту поэтика и герминевтика спасибо большое что касается необходимостью да дополнение базы работами Бориса работами Юрия Николаевича Тынянова они действительно да на данном этапе не были включены в теоретическую базу так как в исследовании проблемы диастиля оно возникло как периферийное скорее и анализ идиастиля в данной работе он направлен в первую очередь на постижение концептуальной картины мира публициста поэтому само понятие как когнитивная категория рассмотрено через призму коммуникативной стилистики идеи которой активно развиваются в работах наших томских коллег Алексея Владимировича Болотнова и Нины Сергеевны Болотновой и поэтому в работе и в процессе разработки теоретической базы я фокусировалась ну пока что именно на этом аспекте и на работах этих ученых однако в дальнейшем при изучении средств выражения диастиля в медиа обязательно буду включать свои работы и классические труды по авторской поэтике что касается замечания дополнения базы работами Виктора Ивановича Шаховского я тоже очень благодарю за это замечание также хотелось бы отметить нельзя не согласиться с мыслью необходимости принимать во внимание идеи работы зертычного по феноменологии публицистики однако тоже следует отметить что к его трудам я всегда активно обращалась в процессе своей журналистской деятельности и сейчас обращаюсь в ходе преподавательской работы и на этапе разработки концепции теоретических разделов к сожалению вынуждены были ограничивать уже теоретическую базу до сугубо лингвистических исследований хотя не скрою что работая над введением к исследованию над осмыслением просто поиском формулировок которые нужно включить в передовую часть работы в авангард работы то есть в введение на этом этапе работы я неоднократно обращалась к сборнику к монографии публицистика в современном обществе 2014 года вот книга у меня можно сказать настольная то есть постоянно очень актуальная для меня работа спасибо большое коллеги спасибо Анна Николаевна я так понимаю Борис Яковлевич что вы удовлетворены ответом и поскольку уже все на мой взгляд замечания были высказаны я скажу о том чего на мой взгляд недостаточно было в диссертации но ведь каждый недостаток можно превратить в достоинство и поэтому в перспективе ваших исследованиях что можно было бы сделать но во-первых дать уже собственное определение категории авторства не ограничиваясь перечислением разнородных признаков на основании имеющихся великих теоретических работ следует точнее употреблять категорию гипертекста на мой взгляд нужно развить понятие лингводискурсологии которое является ключевым в контексте диссертации но упоминается не часто и точнее употреблять термины ну например провокативные но несмотря на эти замечания пожелания я констатирую что диссертация Анны Николаевны Жаворонковой может быть оценена положительно как самостоятельная исследовательская работа имеющая несомненно большое научное значение и являющаяся актуальной по тематическому направлению диссертация Анны Николаевны Жаворонковой категория авторства в сербской публицистике соответствует основным требованиям установленным приказом от 1 сентября 2016 года номер 6821 дробь 1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете соискатель Жаворонкова Анна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика пункт 11 указанного порядка диссертантом не нарушен Большое спасибо Алла Николаевна конечно же ключевое определение диссертации оказалось самым таким непростым вопросом для меня над которым я размышляю и вот по сию секунду и я думаю что это размышление продолжится еще в будущем но именно по пути до какой-то формулировки самостоятельной я и шла то есть самостоятельная формулировка мною дана и она отражена и в введении и продублирована также в некоторых разделах диссертационного исследования возможно просто какие-то подробности упущены буду разрабатывать в дальнейшем спасибо большое за замечание и что касается уточнения значения терминов лингводискурсология я хочу сказать что понятие лингводискурсология в соответствии с представлениями петербургской медиалингвистической школы которые были изложены в словаре лингвистических терминов и понятия а также других работах наших ученых понимается как самостоятельная научная область в особом аспекте изучающая объективацию речевой деятельности в медиа этот аспект связан с изучением средств воплощения речевых процедур медиакоммуникации в разных типах межтекстовых совокупностей и сейчас я озвучила определение данное данному понятию Лилии Рашидовны Дускаевой лингводискурсологический подход к медиатекстам фокусирует внимание исследователей и в первую очередь на потоке медиатекстов и сегментов одним из сегментов этого потока гипермедиатекст как раз и является он представляет собой некую общность всех новостных медиатекстов размещенных в гипертекстовом пространстве в гипертекстовой среде и это положение также изложено в статьях указанного словаря определению термина провокативности также мной дано в работе подробно этот вопрос я рассматривала в разделе посвященном оппозитивности полемического публицистического дискурса и я надеюсь я ответила на озвученные вопросы спасибо большое спасибо Анна Николаевна далее у нас в регламенте выступление присутствующих на защите диссертации но присутствующих которые не входят в состав диссертационного совета если желающие выступить пожалуйста Лилия Рашидовна Дускаева сегодня особый случай мы вместе защищаемся с нашей аспиранткой мне хотелось бы подчеркнуть особую значимость сегодняшней работы для научных исследований медиадискурса полагаю что дискуссия которая сегодня состоялась в связи с определением понятия авторского начала и авторства весьма показательна она отражает дискуссионность самого понятия полагаю что эта дискуссия высвечивает те слабые стороны которые в теории существуют в частности степень отражаемости авторского начала в дискурсе медиа и этот момент вообще весьма спорный Анна впервые продемонстрировала на большом материале полемичность утверждения о том что в авторском начале может отражаться лишь модусные аспекты в действительности она продемонстрировала что единотатный компонент значения обязательно моделизован в медиадискурсе и это закономерность его порождения связана она с особенностями творческого процесса в журналистике и в масс-медиа и вот такой экстра лингвистический подход Анны как раз очень убедительно показывает что существующая в коммуникативной грамматике сегодня утверждение выведения из субъективности динатата это абсолютно неправомерно и не результативный подход в сегодняшней медиа лингвистики это первый момент который очень значим в работы Анны Николаевны второй момент который мне тоже хотелось бы подчеркнуть думаю что применительно к масс-медийному дискурсу видимо категории существующие в грамматике нужно переводить очевидно все термины во всяком случае многие термины могут получить иную интерпретацию если на них смотреть не имманентно лингвистически а вот именно так экстралингвистически именно вот этим новаторством и обусловлена сложность определения самого понятия авторского начала ведь действительно казалось бы общий корень у слова авторство авторское начало и конечно может ошибочно привести нас к мысли о том что в публицистике возможно такая же репрезентация авторского начала как это происходит например в художественной речи но Анна показала что публицистика это особый тип творчества здесь другие закономерности и поэтому моделизация которая например художественной речи может быть выделена может быть вот действительно вот так имманентно выделена в тексте в журналистике очень сложно выделяется потому что вот эта полемичность диалогичность вторичность журналистского текста заставляет говорить о моделизации динататных аспектов семантики в тексте и вот демонстрация убедительная демонстрация того что и концептосфера публицистики несет в себе вот эту печать субъективности мне кажется это очень значимый момент в исследованиях в медиалингвистических исследованиях и они значимы и для лингвистики тоже спасибо за внимание спасибо Лилия Рашидовна за ценное замечание должны были поступить вопросы в порядке обратной связи но вопросы не поступили слово для выступления научному руководителю Наталье Сергеевне Цветовой уважаемый Наталья Сергеевна читать не буду если позволите я остановлюсь только на самом главном с моей точки зрения во-первых мне хотелось бы сказать о том что идея этой работы возникла довольно давно тогда когда она училась на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета и в значительной степени эта идея усложнилась в то время когда Анна перешла в магистратуру филологического факультета где она изучала сербский язык и культуру будучи магистранткой кафедры славянской филологии из ПБГУ Анна исследовала очевые особенности старейшей сербской общественно-политической газеты политика с моей точки зрения все это позволило создать очень значительный задел для будущего исследования и может быть вот такая продолжительность значительная протяженность во времени научных студий еще и определила появление такой очень сложной идеи но об этом уже сказала Лей Рашидна в университетские годы Анна Николаевна демонстрировала лучшие профессиональные и человеческие качества я хотела бы сказать о цели устремленности и организованности которые позволили ей осуществить огромный объем подготовительной и собственной исследовательской работы в сроки которые отведены для обучения в аспирантуре теперь у нас это случается к сожалению не часто и результаты промежуточные исследовательские она представляла на очень значительных форумах авторитетных форумах международных не только в России но и по-моему в Польше в Белоруссии и я думаю список публикаций которые ей удалось подготовить он тоже внушает определенное уважение сегодня Анна Жаворонкова молодой исследователь которого уже знают не только русисты но и сербисты она не раз проходила сложнейший конкурсный отбор для участия в международной школе сербистики и в международной филологической конференции участвовала в рамках ежегодного съезда молодых словистов в Белгороде в Сербии кроме того Анна Николаевна Жаворонков бесспорно обладает склонностью к педагогической деятельности тоже свидетельства этого утверждения очень много и хотела бы сказать об огромном запасе творческой энергии Анны Николаевны можно с моей точки зрения об этом огромном запасе можно судить по участию в выдающемся университетском проекте который воспринимается сегодня как имидж я имею ввиду фольклорный ансамбль по БГУ под руководством Екатерины Владимировны Головкиной это не только концертная деятельность но это еще участие в фольклорных экспедициях то есть это определенная связь с научными интересами и мне очень хочется надеяться что сегодня начнется долгая творческая жизнь университетского преподавателя и исследователя медиаречи спасибо Наталья Сергеевна поскольку мы проводим наше заседание с участниками находящимися в режиме удаленного доступа то остались ли у членов диссертационного совета и у присутствующих и у самого соискателя ученой степени какие-то неотвеченные непонятные вопросы связанные с работой в режиме удаленного доступа если есть прошу задать вопросы есть ли вопросы вопросов вопросов нет спасибо уважаемые коллеги сейчас у нас есть возможность перед началом голосования объявить перерыв для обсуждения результатов защиты при отключенном звуке трансляции на мой взгляд такой перерыв нам не нужен как вы полагаете согласно не нужен не нужен очень хорошо тогда продолжаем заседание и переходим голосование ставлю вопрос о присуждении жаворонковой анне николаевне ученой степени кандидата филологических наук по научной специальности 10.01.10 журналистика на открытое поименное голосование напоминаю что решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным если за него проголосовало более половины но не менее трех членов диссертационного совета участвовавших в заседании согласно пункту 23 порядка член совета Ильченко Сергей Николаевич ваше мнение согласен с тем что Анна Николаевна Жаворонкова достойна присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистик спасибо Сергей Николаевич член совета новоженого Зоя Леонидовна ваше мнение я тоже считаю что Анна Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.10 журналистика спасибо Зоя Леонидовна голосую за остатком спасибо член совета Каминская Каминская Татьяна Леонидовна ваше мнение я тоже разумеется считаю что Анна Николаевна Жаворонкова достойна присуждения степени кандидата филологических наук по специальности 10.01 10 журналистик свидетельствует что она приезжала в рамках фортурного ансамбля к нам много прекрасно спасибо Татьяна Леонидовна Борис Яковлевич Мисонжников ваше мнение достойно присуждения степени ученых спасибо Борис Яковлевич и я председатель совета тепляш Налу Николаевну согласна с присуждением степени кандидата филологических наук Жаворонковой Анне Николаевне Таким образом глубоко уважаемые коллеги и гости объявляю что из пяти участвующих в голосовании диссертационного совета членов совета проголосовало за пять человек против нет никого и никто не воздержался Решение о присуждении Жаворонковой Анне Николаевне ученой степени кандидата филологических наук по научной специальности 10.01.10 журналистика принято Уважаемые коллеги в связи с тем что наше заседание проводится с участниками заседания в режиме удаленного доступа есть ли у членов диссертационного совета или у соискателя и других присутствующих вопросы замечания по процедуре проведения заседания Пожалуйста Сергей Николаевич Нет вопросов Зоя Леонидовна Никаких абсолютно никаких нет ни претензий ни вопросов Татьяна Леонидовна Нет нет вопросов ни претензий Борис Борис Яковлевич Спасибо Анна Николаевна Вам слово Большое спасибо уважаемые члены диссертационного совета уважаемые коллеги дорогие мои друзья хотелось бы только лишь поблагодарить за поддержку которая мне оказывалась со стороны во-первых кафедры медиалингвистики которую я закончила и три года училась в аспирантуре по специализации этой кафедры и коллег с кафедры которые помогли осуществить исследование и провести его на очень высоком уровне также коллег кафедры мне бы хотелось поблагодарить за человеческую поддержку и за такое постоянное подогревание интереса к исследовательской деятельности постоянную стимуляцию своеобразную потому что без общения с коллегами действительно исследованиями заниматься очень сложно кроме того я бы хотела поблагодарить своих близких людей друзей которые тоже человеческую поддержку непрекращающуюся оказывали и пожелать всем всего самого лучшего спасибо вам большое спасибо 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 и заседание объявляется закрытым благодарю всех за участие и прошу отключить прямую трансляцию заседания спасибо 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 коллеги до свидания спасибо